Игра на самолюбие В Венесуэле различные внешние силы предпринимают активные попытки установить мирный диалог между законным правительством президента Николаса Мадуро и самопровозглашенным президентом Хуаном Гуайда. И вот результат. Мадуро выразил готовность провести досрочно намеченные на конец 2020 года выборы в Национальную Ассамблею, контролируемую оппозицией. Что это? Уступка? Сдача оппозиций? Отнюдь нет. Глава государства идет на опережение и уверенно перехватывает инициативу Вашингтона, который зашел в тупик в венесуэльском вопросе и сам лихорадочно ищет пути выхода из него без имиджевых потерь. При этом США используют широкий арсенал закулисных дипломатических инструментов, среди которых, неожиданно, игра на самолюбие маленькая Норвегии. В конце минувшей недели в Каракас нанесли визит посланцы действующей по ДГД ЕС контактной группы, объединяя ряд европейских и латыноамериканских стран, с целью мирного и демократического решения кризиса и поиска договоренности о проведении выборов. Посредники встречались с обеими конфликтующими сторонами. В финальном комьюнике по итогам визита группа выразила удовлетворение, что обе стороны выразили готовность к диалогу, цель которого – решение кризиса через свободные выборы. Вслед за этим и последовало заявление Мадуро о досрочных парламентских выборах. Но буквально за несколько дней до этого случилось нечто более интересное. В Норвегии при посредничестве дипломатов страны прошли тайные переговоры между высокопоставленными представителями правительства Венесуэлы и оппозиции. Тайными они были до тех пор, пока сами Мадуро и Гойда не подтвердили факт их проведения. Официальные власти Венесуэлы на встрече в Осло представляли министр связи Хорхи Родригес и губернатор одного из штатов Эктор Родригес. В делегации от оппозиции были трое – Херарда Блайт, Фернандо Мартинис Матолло и Сталин Гонсалес. Но самое любопытное – это то, что, по данным венесуэльского портала «Алнавел», который ссылается на источники в оппозиционной партии «Народная воля», инициатива о проведении диалога с Мадуро исходила вовсе не от Гойда, он сам принадлежит к народной воле. Инициатором диалога был другой оппозиционер – Леопольдо Лопес, который при странных обстоятельствах 30 апреля сбежал из-под домашнего ареста и сейчас находится на свободе. Официальный представитель МИД Норвегии Ингрид Кваменекер сказала, что в течение времени Норвегия осуществляла контакты со сторонами венесуэльского кризиса и решительно призывает их к мирному политическому решению конфликта. Надо знать, что такое норвежская дипломатия, будто бы не сказать, но фактически подтвердить. И, что самое важное, норвежская телекомпания NRK со ссылкой на источники сообщила, что свою посредническую деятельность страна ведет с ведома и согласия США. Вот это все и прояснило – США дают задний ход в Венесуэле и постепенно снижают накал кризиса, по крайней мере, до президентских выборов 2020 года, путем установления диалога с Мадуро. Причем в обход Гуайда, на которого, похоже, штаты уже серьезно не рассчитывают. США ранее проигнорировали усилия контактной группы, которая публично отвергла вариант вооруженного вторжения в Венесуэлу и взяла курс на мирное решение кризиса. В тот момент штатам был не выгоден диалог, тем более не на их условиях. Таким образом, Вашингтон не смог присоединиться сейчас к усилиям латинской группы, не теряя свое лицо. Сегодня же, когда для США ситуация в Венесуэле зашла в тупик, появление какого-то авторитетного и независимого посредника типа Норвегии, официальный осло, кстати, не признал Гуайда законным президентом, является для американцев вполне удобным способом отступить, не уронив знамен. Военная операция, которой Вашингтон пугал с начала года, сегодня невыгодна Трампу. В канун президентских выборов в США вероятный провал военной акции поставит крест на планах главы Белого дома переизбраться. Авторитетные в деле мирного посредничества норвежцы – очень удобная ширма для американцев, поскольку и самому осло это весьма выгодно. Он в очередной раз может показать силу своей дипломатии и его регулирование кризисных ситуаций, которую считает своей фирменной маркой. В середине 1990-х Норвегия устроила тайные переговоры в Осло между израильтянами и палестинцами, что привело к подписанию мирного договора между Организацией освобождения Палестины, АОП, и Израилем. Несколько лет назад Норвегия организовала мирный диалог в Колумбии, который также привел к миру после полувека партизанской войны в стране. Мирное посредничество в Венесуэле – это очередная попытка норвежской дипломатии снять сливки ряде поднятия своего статуса дипломатического примирителя. США же умело используют эту норвежскую слабость. Но как бы то ни было, это лучше вооруженного вторжения. А потому пока в выигрыше Венесуэла. У нее есть передышка до ноября 2020 года. Автор – эксперт Рисе. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.